Начинаем выпуск с печальной вести. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов выразил слова соболезнования родным и близким главы МЧС России Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью в ходе рабочей поездки в Норильск. Евгений Николаевич погиб, спасая жизнь человека во время межведомственных учений. При исполнении служебного долга, как офицер и как человек, который никогда не боялся брать ответственность за других. Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года. Теперь только вперед и к победе. Сегодня в ауле Адыге Хаббль состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Сосруко». В этом важном событии для республики принял участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» он провел видеоконференцию с 13 регионами России. Альбина Ламкова с церемонии открытия ФОКа. У меня все любят заниматься борьбой. Мне очень нравится этот спорт. И мы не терпимся перейти в наш новый зал. Я занимаюсь вообще спортом с шести лет. Занимаюсь волейболом, баскетболом. Ходила на футбол тоже. И мы очень рады, что в нашем ауле построили такой центр. Как Карина сказала, мы будем туда ходить. Я буду стараться ходить чуть ли не каждый день в меру возможности. Я вообще тоже обожаю спорт, особенно волейбол и бадминтон. День открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Сосрука» с универсальным игровым залом – не просто радостное событие для его жителей, но и важный этап в развитии физкультуры и массовых видов спорта. Здесь созданы все условия для тренировок. Говорим мы вам спасибо. Пусть сбываются мечты. Повезло нам всем бесспорно. Поклон вам низкий до земли. Такое радостное событие было в 13 регионах страны. Сегодня в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» было открыто 16 современных спортивных объектов. Это яркое доказательство того, что спортивная отрасль в стране развивается, отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Церемония прошла в режиме телемоста. Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые коллеги, Карачаево-Черкесия приветствует и хочет поделиться сегодняшним прекрасным событием, радостью. Сегодня в Адыхабльском районе Ауля-Дыхабль открывается новейший фок благодаря программе «Спорт. Норма жизни», который сегодня мы реализовываем, 1450 квадратных метров. И вот долгожданный момент наступил. Снаружи здание фока выделяется от других построек своей архитектурой. Объект прямоугольной формы. Масштабное современное спортивное сооружение позволит принимать людей не только районного центра, но и других близлежащих поселений. Благодаря планировке в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе возможны тренировки разных спортивных направлений и разного возраста. Есть душевая, раздевалка и необходимые служебные кабинеты. Спортсмены по вольной борьбе уже провели свою первую тренировку. Артур Дохов 10 лет занимается вольной борьбой. Есть успехи. У меня лично есть большие амбиции. Надеюсь, что этот зал поможет их достичь мне и моим товарищам. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе обладатель Кубка СССР Амин Хатукаев, как никто другой понимает, насколько труден путь спортсмена к победе. Я могу одним емким словом сказать – дождались. Я думаю, что та радость, которую у всех ветеранов, которые здесь, словами не передать. Я вот сейчас обход сделал в зале, мне ребята показали. Но это только мечта. Мы эту мечту теперь целыми поколениями, о чем мечтали, мы сегодня это наяву увидели. В физкультурно-оздоровительном комплексе кто-то начнет путь к спортивным вершинам, а кто-то будет заниматься физической культурой для себя. В любом случае, теперь у каждого есть возможность максимально эффективно и результативно использовать свои возможности в спорте, в новом современном здании и в комфортных условиях. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Адыехабльский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево, Черкесии, без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 5-10, в горах 0 плюс 5, а днем 18-23 выше нуля. И в горах местами до плюс 16. В Черкесии, без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 7-9, а днем 20-22 градусов тепла. Первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 8 по 12 сентября. В Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Веси из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 24 407 человек. Из них 21 866 выздоровели, 638 госпитализированы. Более 60% учащихся на добровольной основе прошли вакцинацию в Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева. Как проходит вакцинация для иностранных студентов и сколько это будет им стоить, узнавал Харча Биджиев. Студенты КЧГУ имени Умара Алиева проявляют инициативу и охотно проводят вакцинацию. Они осознают, что тем самым они уберегут не только себя, но и окружающих их близких. Студенты могут сделать прививку, не отвлекаясь от учебного процесса. Процедура стандартная на добровольной основе. Учащиеся заходят в процедурный кабинет, заполняют заявление, а после терапевт проводят осмотр, где проверяют самочувствие пациента. Карачао-Черкесский государственный университет имени Алиева плотно начал вакцинацию в августе. Больше половины уже сделали прививки от COVID-19. Преподавательский же состав КЧГУ – это около 700 человек. Вакцинировались еще зимой. Что касается студентов, то они были на каникулах и за летний период не удалось зафиксировать точно количество привитых, говорит ректор Таусултан Узденов. Сейчас они допущены к занятиям, при этом будут соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. В здании вузы постоянно проводится дезинфекция помещений. Что касается студентов, хотя есть требования обязательно вакцинации студентов, но не предусмотрены какие-либо законодательно регулируемые ограничения относительно наших студентов. Мы рассчитываем, что наши студенты, еще раз говорю, вакцинируются, и мы будем работать с ними, и добровольно, не принудительно, а добровольно наши студенты вакцинируются. Студенты, которые достигли 18 лет. Это важно. В соответствии с требованиями студенты должны предоставлять справку о вакцинации или же о перенесенном заболевании. Учащиеся, не достигшие совершеннолетия, могут не вакцинироваться. Но если проявить желание, то только с разрешения родителей. Что касается иностранных студентов, для них разработан специальный регламент. Учащиеся, прибывшие из других стран, должны пройти или предоставить ПРЦ-тест о том, что они здоровы или же проходят двухнедельный карантин. Но, как отмечает ректор университета, таких студентов у них мало, так как граница со значительной частью государств, откуда учащиеся, закрыты. Многие наши студенты остались здесь. И для этих студентов мы тоже предоставляем возможность вакцинироваться. Для иностранных студентов вакцинация была платная, но университет взял на себя время вакцинировать их за свой счет. Сегодня проводится необходимое согласование для того, чтобы вакцинировать иностранных студентов также бесплатно. Ежедневно с 1 сентября в 14 часов работают пункты вакцинации. Мы рассчитываем, что студенты проявят высокий уровень ответственности. И в ближайшее время все провакцинируются. Отмечает Таусултан Узденов, Харча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Незаметно подкрал осечины, а вместе с ней наступают холода. Чтобы не замерзнуть и встретить зиму красивой и утепленной, необходимо уже сейчас приобрести стильную шубу. В Черкесске в Центре развития предпринимательства открылась выставка продажи меховых изделий с полностью обновленной коллекцией. Подробнее Альбина Курачинова-Кенжева. Сегодня меховая выставка «Снежка» распахнула свои двери. Тут огромный выбор качественных меховых изделий. Тем более ассортимент полностью обновленный. Черные, серые, голубые, каких только нет норковых шуб на грядущий сезон. С гарантией прекрасного качества разной длины любых фасонов от классики до стильных экстравагантных моделей. К новому зимнему сезону 2022 года мы подготовились основательным. Полностью обновился ассортимент норковых шуб. Различия моделей от элегантной классики до самых ультрасовременных. Размеры с 38 по 70. Выбор очень большой. В рассрочку можно оформить любую шубку. До трех лет рассрочка предоставляется без первого взноса и без переплаты. На самых выгодных условиях каждый покупатель, приобретая шубу в рассрочку, получает меховой жилет в подарок. Так что ждем вас, жители города Черкеска и гости на примерочку и за покупками за шубками. Все изделия имеют электронный паспорт. Каждый покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Продавцы-консультанты с удовольствием найдут подход к каждой клиентке. Все подскажут и помогут с примеркой. Идеальные условия приобретения – либо рассрочка до трех лет без переплаты и дополнительных банковских страховок, либо за наличный расчет с приятной скидкой. Каждого покупателя ждет меховой жилет в подарок. Рассрочка на самых выгодных условиях предоставляется нашей меховой компании. Например, за эту шубку платеж ежемесячно составит всего 2600 рублей. Именно на эту шубку, если приобретать в рассрочку на 36 месяцев, платеж в составе 2500 рублей. Шуба автоледи, в белом цвете, рукав трансформер. Ассортимент превосходит все ожидания. Выставка проходит только до 12 сентября включительно в Центре развития предпринимательства на улице Горького, 8, с 9 утра и до 20.00. Альбина Курочинова-Кенжева, Лебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Частная жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова